Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальде Марко. Я озадится, едем на работу. Думаю, погода восстановилась, солнышко стало. Думаю, дай-ка я включу камеру, нехай она снимает наши улицы. О чем говорить, я не знаю, пока тема не пришла, сейчас чем-то увидим. Машину, все эти, чайки обосрали, язвы их. Все грязное, надо на мойку заехать. Машину помыть. Обещают, значит, сегодня-завтра, послезавтра хорошую погоду. Вот. Ну, посмотрим, что мы в эти дни будем делать. Просто я сейчас не хочу обещать. Ошибка многого, да? Сразу я сейчас с утра уже пустые бутылки в машину накидал. Надо сразу сдать будет сегодня. Хочу заехать, уже бутылку сдать. Там уже, наверное, штук 120 точно, наверное, набралось. Потому что на той неделе я их не сдавал. Потому что, как я уже вам говорил, были гости, и моя машина стояла в гараже, и я, значит, не смог выехать. Поэтому на той неделе я не сдавал быстрые бутылки. То есть старую, да, как я вам уже говорил. То есть вот эти вот соки, соки, которые я покупаю. Каждая бутылочка 25 центов. Ну, вот теперь надо и сдать. Еще я хочу заехать в строительный магазин сегодня. Посмотреть, что там есть хорошего. Мне надо окушку купить. Ну, это дрель такой, да? Я не знаю, как она по-русски называется. Потому что моя уже старенькая, лет 15, наверное. И она уже потихоньку-потихоньку уже отдала концы. Или отдает. А к ней была запасная батарея, но там батарея уже одна уже давно не работает. А это очень плохо держит. Поэтому надо новую купить. Просто хочу посмотреть, цены-то там какие. Пристреляться маленько. Ну, если понравится, сразу, наверное, не куплю. Посмотрим. Посмотрим. Это все я буду делать после работы. Если ничего не изменится, настроение у меня еще будет. На данный момент сейчас плюс 10. А обещали сегодня до 22, по-моему, и 25 будет. А потом завтра 30 градусов тепла. Кто-то у меня спрашивал. А что у тебя за машина такая, звук у него. Когда я, значит, газ добавляю. Вот такой звук такой сильно громкий. Но у меня же дизельная она. А сама камера, как я уже вам рассказывал, она стоит прямо у меня на панели. И поэтому все сразу слыхать. И кажется, будто такой орет так машина. Более да, орет машина. Паренек дает. Молодежь дуреет. Все летят на улице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тоже русак ездит на этом зеленом автобусе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он сам не русак, а сам грек. Но Советского Союза оттуда он приехал тоже. А по национальности он сам грек. Он работает вот этим. Не знаю, что он развозит цветы или что-то такое. Что он развозит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да уж, погода хорошая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это хорошо. И душа радуется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, есть ли тут место для меня. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как раз опять подарку стали. Как раз опять для чая, чтобы машина бы сразу обосрать мою. Ха-ха-ха. Окей, пока. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами Вальдемарка. Камера у меня стоит криво. Значится, в машине я купил напитки. Они гремят. Ха-ха-ха. Короче, я был сейчас на даче. Сейчас я камеру поставлю. Что-то она все дергается. Камеру она поставит по-нормальному. Лисопедит проезжайте. Камеру пока поставим. Паристик что-то стояла. Вот так и мы. Круто я заехал, как я и вам говорил, что я заехал, значится в этот строительный магазин. Купил себе, значит, ракушку. То я вам покажу, что я имею в виду. Это бормашина, только на батарее. О, правильно, так и на ней, наверное. На батарее бормашина. Меня просто она нужна. Потому что я вам уже говорил, что моя уже старенькая. Вот, заехал наш в магазинчик, купил эту штукенцию. 70 евро отдал. Не знаю, будет барахман, или сейчас мы ему. Мы лисопедисты снимаем. А хотел я, значит, снять, значит, датчиков. Сколько там стоит, значит, участков. Кто-то писал мне в комментариях, что, значит, участок маловатый, или я там всего лишь один. И поэтому я хотел сейчас снять. А, значит, не получилось. Не получилось, потому что, во-первых, я с моста хотел снимать. А там один мужичок уже рыбачит. Но я же не буду его снимать. Я у него спросил, он что поймал, чем-нибудь. Я говорю, ты, наверное, только приехал на рыбалку. Ну, да, я только приехал. Я, говорит, ловлю, значит, мальков. Именно на хищную рыбу, значит. Приехал сюда специально, чтобы мелкую рыбу поймать. И потом он, значит, будет или на судака, или на щуку. Но дело в том, что, я сейчас уже вам расскажу. Дело в том, что, допустим, в Германии живую рыбку на щуку, да, допустим, полицай, полицай. Живую рыбку нельзя цеплять. То есть рыбку еще прицепить и его на сприлудить. То есть стукнутые по башке, чтобы она была мертвая. И потом мертвую рыбку а значит, можете потом уже цеплять для наживки и закидывать ее в воду. Живая запрещена. Ну, это рудом такой настоящий. Да, это, конечно, все это, самое, они гуманно относятся к животным. Там, о, я не знаю, получается такая ерунда. Ну, какая же щука возьмет на ту хуйку. Но берет, конечно, берет. Сандер, это самое. Судак берет тоже. Многие, конечно, все-таки не убивают. Тихушку тоже закидывают. Сами же немцы. Они прекрасно понимают, что значит, закон принять в чем дурацкий. Ну, рыбаки тут все это прекрасно понимают. А они потихоньку все равно в тихушку, если, значит, никого рядышком нету, они здесь еще с ночевкой, допустим, едут, то они тоже ее живую цепляют. Я даже видел как-то, то, как-то я поехал на рыбалку был, с ночевкой на всех поехал. И там, если ребята рыбачили, а он как раз в том сообществе, где я состоял, он там тоже какую-то должность занимал. Я смотрю тоже у него полок. Видите, когда рыбка живая? Она ее тащит, дергает, 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 дергает. Я говорю, ты что говорю? Живую рыбку нацепил. Он не открывается, она была дохлая. Наверное, жила. Ха-ха-ха. Я не давай рожать там. Я говорю, ага, жила. Я говорю, а кому ты рассказываешь? Я говорю, вы сами нас учите, что мы не должны нас живу спать. Я говорю, а ты сам, говорю, состоишь в этом сообществе, еще над нами контролируешь, он как контролер еще был. Я говорю, а сам такой же ерунду занимайся. Ну, Вальдемар, ты понимаешь, что это газогонные такие дурацкие? А мы-то все прекрасно понимаем. Я говорю, ну, конечно, я прекрасно понимаю. Я говорю, ну, зачем тогда? Ты вот сам ходишь и у других людей проверяешь. А хотя сам то же самое делаешь. Ну, вот, мол, я это обязан. Я думаю, ну, Кол, что ты обязан всегда закапываться для людей? Ну, все равно, вот, если я, допустим, ну, заставлю его вытащить, и там будет живая рыбка, то я должен принять какие-то меры. Потому что я, как сказать, закон на моей стороне, я обязан что-то сделать. Ха-ха-ха. Какие драки такие они. А дело в том, что, допустим, проверяющие, они могут тебя попросить значит, удочку вытащить, да? Допустим, вы закинули удочку, она не говорит. Он тебя может попросить ее вытащить. Но если ты скажешь нет, сейчас, как раз, там рыбу клюнет, я не буду сейчас вытаскивать. И тогда он должен ждать, пока вы сами уже удочку не вытащите. А заставить, он не имеет права. Давай вытаскивай, я показываю, что там у тебя на крючке, столько крючков, ничего подобного. А если, конечно, они уже какого-то подозрения имеют, и несколько раз тебя уже насчет этого там ловили, так скажем, тогда, да, тогда, наверное, можно. А так нет, так они не имеют права. Что, загораешь? И так они не имеют никакого права. Ну, вот такие вот законы. Ну, что делать? Сами же, я говорю, местные немцы, они тоже их нарушают, потому что они прекрасно понимают, что законы какие-то дурацкие, принимают, эти законы все принимают, значит, партии зеленых, которые за природу. Но я считаю, что есть такие законы, которые, допустим, рыбки, рыбы, значит, по башке надо стукнуть, ее ножом потом залезать, только так, потом ее можешь было живую в Мизя в садках, значит, ее хранить. В принципе, в садках, как я уже вам и рассказывал, в садках можно хранить только тогда, допустим, соревнования, да, а в соревнованиях-то проходит 4 или 5 часов. Длительность соревнований 4 или 5 часов. И тогда, да, в садках таких можно держать, но чтобы садки были тоже там длиной 5 метров, по-моему, тогда тогда можно, только когда соревнования. А так вот я и не помню, я не знаю, никто мне еще не рассказывал, все где-то, кто-то рыбачил, еще можно рыбу в садках держать, и обязательно надо убивать. Или, конечно, когда ты мелкую рыбку ловишь, специально, как, для щуки, то при себе они ничего не говорят, конечно, тебе маленький на садок, они ничего не говорят. А именно, если ты поймал, допустим, карпа хорошего, то ты его обязательно должен прибить, то есть палочками по башке, ножиком залезал, и на этом все. Вот и поэтому и получается, что на рыбаку, допустим, если вы поехали на пару дней, и сразу же первый же день вам карп попался, а вы имеете право всего в день два карпа взять, а в неделю, в неделю шесть штук. Вот и получается, вы поймали, допустим, сразу два штуки и зарезали их. А потом сидите-сидите-сидите-сидите-сидите, и у вас больше не клюет, но у вас еще три дня есть. И что будет с этой рыбой, через три дня? Она просто пропадет. Я говорю, что дурдом настоящий. Вот и получается, что так я раньше делал, вот поймал, все убил, что две штуки уже есть, что делать, надо ехать домой. Вот и едешь домой. И получается, что что-то заработал, что зауток такой. Вот такая петрушка, ребята. А ничего не сделаешь, такие законы. Мы законы соблюдаем, не хотим, чтобы были какие-то проблемы, за кому они нужны. Потому что рыбу же мы ловим не для того, чтобы наесться, мы же с голоду не пухнем. Значит, для удовольствия, но я все равно иногда тоже беру, беру тоже рыбку, если нужно, ну, если нужно, домой тоже беру. Ну, очень редко. Окей. Все, мы подъезжаем, ждем дома до хаты. Рассказал я вам маленько, про рыбалку. Да, я уже не сказал, я опять прикормлю его, еще прикормлю его, может, я уже сказал, не помню. Я опять сейчас прикормлю, потому что я планирую, все-таки, опять-таки, опять-таки сейчас наговорю, ха-ха-ха-ха. Я планирую все-таки на эти выходы, все-таки, наверное, поехать на рыбалочку. Окей. Пока. С вами был Вальдемарк. Заходите в гости.